Пошив обуви, производство мебели и колбасных изделий, как сегодня в областном центре, пользуются дорожные карты бизнеса 2020. Наша съемочная группа побывала в пресс-туре, который организовал филиал службы центральных коммуникаций. На предприятии ИП «Обувь Тигран» кипит работа. Ежедневно мастера занимаются пошивом и ремонтом обуви. Шьют туфли, сандалии, сапоги, кроссовки. Работают заготовщики. Говорят, что прежде чем начать производить обувь, нужно сделать чертеж. Потом приступают к пошиву. Я сам занимаюсь. Ну, бывает, что мы меняемся лекарами с другими предприятиями в России, в Украине. В этом бизнесе Виктор Петросян с 1992 года. Ежегодно производит от 3 до 5 тысяч пар обуви. На развитие своего дела предприниматель брал кредит через фонд «Дому» на 6,5 миллионов тенге. Воспользовалась госпрограммой «Дорожная карта бизнеса 2020» и Елена Левина. В прошлом году открыла в Петропавловске свой мебельный салон. Сегодня здесь выпускают 7 видов стульев, 22 вида столов, 8 видов мягкой мебели. Свою продукцию реализуют по Казахстану, а также работают с Омском и Тюменью. Цены приемлемые для всех. Всем это очень нравится, что никуда не нужно ехать. Все рядышком. Пришел, замерил, обставил. Мы даем консультацию правильную. То есть не продаем человеку, если не знаем, в какую комнату, зачем, почему и какая квадратура. А на предприятии ТО «Казмясопродукт» занимаются переработкой и производством продуктов питания. В основном это колбасные изделия. Всего более 100 видов. Военые колбасы, полукопченые колбасы, военнокопченые колбасы. Ну и, естественно, различные деликатесы из мяса свинины, говядины, конины, курицы. То есть у нас очень большой ассортимент выпускаемой продукции. Товар предприятия можно увидеть на прилавках отечественных магазинов. Здесь выпускают до 60 тонн продукции в месяц. Денис Сывков, Желудозбек Ермуканов. Новости МТРК.